Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого и это продолжение моей игры на 8 человек в Sid Meier's Civilization 6, в которой я играю за Конго. Если вы смотрите её не с первой серии, то рекомендую перейти именно к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу. Ну а всем остальным приятного просмотра и не забывайте, что в комментариях запрещены несодержательные спойлеры и оскорбления и наезды на игроков. Нескрытый, нормально. Чё-то, Сандра, мы с тобой сегодня друг друга с полуслова не понимаем больше. Нормально. Наверно, длительная игровая разлука у нас так. Давай без вот этих вот разлук игровых. Селитра, кстати, у меня походу где-то есть. Я не всю твою территорию вижу. Я сам не вижу, то ли на районе, то ли на чуде. На районе. Сейчас я ворвусь. Куда? Чувствую, куда-то ворвусь. Ах, денег нету. Так хотелось врываться. Жесть. С деньгами и правда отвратительно, как и сын. Есть, кстати, специи еще, специи. Я думаю, должны деньги на специи поменять. Если мне кому-нибудь надо. Что ж у тебя там так все? Чё, я вроде районов уже по-настукал. Ну фига, у Грика культуры 180, как так-то вообще? То есть смотри, сколько у него отверги, да. А как посмотреть, сколько отверг у него идёт? Спросите человека. 66. Ну 66 отверга, а у него здесь... Ну вот, 180 на 66 будет 120. У меня самого сейчас 70, 65 все будет. А от кого-то Грика... И нанмадол, нанмадол. Я вам сейчас говорю про нанмадол. Заберите нанмадол у Грека. Да, забирайте. Ну а где он нанмадол? Я его... А вот. Не-не-не. Где нанмадол? Где нанмадол? Так вот же он. Я заберу, заберу, я заберу сейчас. Ну по науке я третий вообще. Ну ты просто говоришь, что отстаю, а ты отстаёшь на две тихие, там на 10 науки в ход. А по факту не отстаёшься. И чудеса крутые не взял, которые ни ров, ни дворец. Хорош прибетняться, поздно уже. Чё-то вы как-то про манмадол надо было почаще повторять, а так-то не видел. Но около вас там где-то. Да у вас хохотался. А ты его войной забирать будешь или... Ну конечно, щас его заберу. Ну окей, то я хотел туда уже послов отправлять. Да не надо. Я тебя услышал. Я кстати к нему и дорогу провёл, так знаешь, давненько уже нормально. Сейчас добежим. Хватит. Ооо, Килиманджаро-то какое сладкое. Да, оно хорошее такое. Только город как-то в рот, Слав, прям... Ты бы если мог, прям на эту гору бы сверху бы его поставил, такое ощущение. Да, Джоэль? Ни с кем не хотел делиться, явно вот. Шлобыщ. И клеток там нету, всё в горах. Ты как по завету деда с Атлантиды этой. Там в одну клетку лепили, здесь прям на... Чё-то, Димка, ты за Занзибар сдался бороться как-то, или задание дурацкое попалось? Ты знаешь, я вроде все задания выполнил, но чё, у меня два посла. Я пока Гонконг принял. Я, в итоге, мне выпало задание, в середине игры, нанять великого пророка. Конго, а зачем ты религию эту распространяешь у меня? Ты же сам говоришь, что он получает много культуры. В моих городах тебе надо её распылять ещё. Я же тебе говорил убить моих апостолов. Ты их не убиваешь, ну давай, занимайся, строй своих миссионеров, обратно перебивай. Бля, я просто, ну, хорошо... Не, просто не складывается. Я на Мадол буду забирать, помогать, чтобы у него меньше... Что не складывается, Сандро? То есть ты сидишь и хочешь делать то, что только тебе нравится, да? Я говорю, мы начинаем спорить из-за религии. Ты хочешь распространить его религию у меня? У тебя это получается? Ну, отлично. Борис просит... Зачем так говорить, не забирай нам Мадол тогда, скажи так сразу. Ты меня хоть как-то связаны вообще? Ну, как это связано? Ты берёшь, распространяешь его религию. Его религию, не свою. Его религию. Ты же бонусы не получаешь, потому что среди лиги-то тебе зачем это? Я понимаю, что они в со... Я ухудшаю состояние японца. Чем? Каким образом ты меня ухудшил? Вот объясни мне. Ну, тем, что у тебя меньше получается бонусов от твоей религии. Моральное состояние. Я тебе говорю, убей моих апостолов. Ты этого не сделал. Да я не буду твоих апостолов. Ну, отлично. Вы чьи мои игры. О чём ты говоришь сейчас? Я не понимаю тебя. Ну, если не понимаешь, не знаю, орфографический словарь купе русского языка. Блядь, ну это троллинг какой-то идёт сейчас. Так, слышишь, не ругайся. Я не ругаюсь, я просто пытаюсь понять, что ты делаешь. Я тебе только что объяснил два раза уже это сказал. Ты в какую-то свою, наверное, играешь игру. Если мы обсуждаем общее поведение, от чего получает грек культуру, окей. Но зачем её распространять у меня? Ты хочешь меня ослабить? Я ни один твой город не обратил в его религию. Я уменьшил влияние твоей религии. Я хочу, чтобы ты тратил веру на покупку миссионеров и распространял у себя. И будь добр, пожалуйста, общаться нормально в ответ. Если ты не в состоянии вообще, блин. Я нормально с тобой разговариваю с тобой нормально вопрос. Обычный, нормальный вопрос. Он получает... Да ты не обычный, нормальный вопрос. Ты не слышишь, видимо, каким ты тоном общаешься? Блин, тебе что-то не понравилось? Ты на всех так людей вот так наезжаешь потом? Нет, я... Не понравилось тебе что-то. Да, слушай, когда не последовательно... На этом моменте я выключил запись видео, потому что там дальше были еще разборки долгие. Во-первых, я хочу пояснить этот момент, по-моему, важный для сетевой игры. Но сразу извинюсь, пропадет 7 ходов. Потому что я тут был на взводе и прочее, и просто не заметил, что не включил запись. Или подумал, что включил, она не включена. В общем, в течение 7 ходов видео не будет, к сожалению. Прошу прощения. По поводу же этой ситуации. Понятно, что в игре всегда происходят какие-то события, которые одному игроку нравятся, другому не нравятся. И возмущаться вот в данном случае японец, конечно, вправе возмущаться. Совершенно нормально, что я там обращаю его города в религию, потому что это помогает греку, по его мнению. Но надо понимать, что игроки действуют по какому-то плану определенному. Они что-то делают. И вот так наезжать на других соперников, вот как делает японец... Ну, меня тут больше всего, конечно, посадило на конечном, при этом еще мат использовать. То есть такое ощущение, что прям игра испорчена. Полностью все пропало, и потому что я обращаю города. То есть есть, существуют такие игроки, которые просто начинают вот тянуть в партии одеяло на себя. И требуя от всех остальных, там, например, 8 человек сидит в игре, требуя от всех остальных действовать по какому-то одному плану. Но в ФФА, в Циви тем и хороши, что каждый по-своему будет играть. И когда начинается вот такой конкретный наезд на личностях, то чуть ли я порчу игру. Это претензия ко мне, что я порчу игру, играю, видимо, не на свою победу, да? Несомненно, в партии может такое быть, что действия какого-то из игрока не верны. Что он действительно может там тимплей делать. Он, ну, то есть, ну, по-моему, это все должно разбираться уже после партии. И действительно высказываются претензии какие-то, а не по одному вот такому мелкому поводу. И тем более с использованием ненормативной лексики, когда ты не с каким-то там другом, которого давно знаешь, играешь, а с незнакомыми людьми собралось там 8 человек. Я просто не могу позволить такого, чтобы такое происходило в партиях, которые собираются в моей группе. Это просто не дело вот так, так разговаривать и таким вот способом требовать от игрока сделать что-то по-другому. Я еще раз повторю, вполне нормально возмущение японца, да, что обращаются города. Это все игровой момент, естественно. То есть, ему и не должно это нравиться. Все понятно. Если вот убрать просто даже игровую ситуацию, дальнейшее общение, когда я два раза ему... Я даже не обязан ему объяснять что-либо, понимаете, я не должен рассказывать свою стратегию. Я уже просто пошел на как бы смягчение ситуации, объяснив, что я делаю. Хотя я не должен, я не хочу рассказывать другим соперникам то, что я делаю, правильно? Это тот же момент игры. То есть, например, если бы я был японцем, я мог бы обвинить Конга, объявить ему войну, то же самое, да. То есть, действовать игровыми методами. Ну, естественно, проговорить это возмущение, типа, чувак, чего ты обращаешь города, когда они помогают греку? И, ну, обсудить эту ситуацию просто вот, ну, парой фраз. Нет, от меня японец, используя мат, требует прямо оправдываться за свое поведение. Типа, я должен доказать, что я правильно делаю и хорошо играю вот в данной ситуации. Если он в это поверит, тогда все будет норм и мы продолжим. Так вот, так нельзя делать. Это можно обсуждать только в конце партии вот этого. Все, кто что правильно сделал, хорошо ли он поступил и помогло ли это ему победить или на кого-то другого воздействовало. И уж тем более в компании незнакомых людей, даже если вы там с ними когда-то играли, это все равно незнакомые люди, вы о них ничего не знаете. Вот так общаться таким образом я вообще считаю абсолютно неверным. Именно поэтому я оставил этот игровой момент в видео и считаю, что это достоин того, чтобы обсудить с вами в комментариях. Не значит, что я как-то буду по-другому действовать. Я считаю, что вот так надо делать и пресекать подобные вещи. Я считаю, что именно так правильно, особенно если собирается какое-то общество людей играть. Такое общение просто недопустимо. Но сейчас давайте вернемся к игре и еще раз прошу прощения, что 7 ходов пропало. Конечно, когда вы войну закончите, Египет уже в космосе будет. Ну да, давайте. Мы там сейчас определимся. Мне кажется, надо смотреть, ну по поводу городов договориться, то договоримся. Вопрос-то такой, надо что-то сделать так, чтобы вот те, кто не участвует в особой войнушке, вот их потом не упустить из виду. Особенно вот этого товарища, который слева внизу. Девушка по имени Клеопатра. Я тебя перебью. Вы как загружаетесь этот? Плюсик ставьте. Только почему-то не видно плюсик. Но воевать по команде будем? Да, да, пока не воюю. Да, конечно. Я просто предложение всем хуй разослал. У меня просто идет подгрузка по ходу всех. Я загрузиться загрузил, все, но ходить не могу еще. Не, ну все пока не могут. Не, ну я очередь ставлю. Еще все не прогрузились, поэтому ходить не могут. Очередь, да, там, сделки, да. Хотя нет, у меня не военный, юэнд ходил. Вот тут рабочий у меня был, у меня пошел он. Да, вы считаете. Сейчас, подождите. Мы куда откатились, получается. Мы на один ход. На один ход 111 я взял, да. Смотрите, у Грека раз, два, три, четыре, пять, шесть городов. На него трое. Если территориально, то их родос японцу. Ну мне просто каринов Афины, ну блин, вытянутая сосиска получается. Афин вообще никак не защищу. Ну смотри, Афины классно мы делим Грека. Мне нравится. Пацан еще при жизни клик, пациент еще дышит на уши. Не, ну он один против трех, ну никак не выстоит. Ну не знаю. Родос однозначно я заберу. Родос, да. Кто у вас там Аргас, я так понимаю, это римский. Я сижу, долбалек такой. Ну я готов, давайте командовать. Я согласен, Аргас и Каринов. Раз, два, три. Тогда я спорю. Давай, 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 давай. Я, блин, олень. Ну тут у Египта армия сплошная, состоящая из пушек. Каких пушек тут-то олень? Тогда можно покрошить все это нафиг. И видишь только бифы же. Пушки это вот стоят ждут, когда армия по счастью просят. Все не так. Это деза, пацаны. Да, конечно. Тут чисто гранты. Мы тебе верим, да. Мы... Чисто гранты. Мы так и говорили, что чисто гранты идут. Одни гранты. Это видео создано при поддержке справочника и карты 2GIS. В мобильном 2GIS есть возможность быстро авторизоваться через социальные сети. Избранные адреса будут храниться в личном кабинете и синхронизироваться на разных устройствах и в онлайн-версии. 2GIS, если быть точным. Посадился их в универо ни один... На кого ты посадишь? Тут жители вообще ни о чем. Не, у меня есть, но... Город не растет после этого вообще никак. У меня тоже есть тут, да. А город потом сидит и не растет. Тут со спецами... Плоховастенько. Мягко говоря. Подожди. Пока. Не, ну в принципе... Жо, подожди, а что ты ходишь? Я еще не могу понять. Уже давным-давно запустили, да. А у меня нет хода. Серьезно? А нажми кнопку. Братан. Да нету. Нажми на конец хода еще раз. Ты ж, наверное... Да? У меня нет таймера. Так его и не будет. Таймера нету. Его и не будет. Его нету, да. Нормально убил этого юнита. Получил 70 культур и 36 науки. А науку за что? Вот я сейчас с карточкой убил. С карточкой это все. Не, я видел... Ну там по очереди. Сначала 36 культуры, потом 36 науки, потом опять 36 культуры. Я говорю, а если еще взять вот эти бонусы от самой цивилизации, там вообще будет жесть. Что-то как-то много, мне кажется. Я вот сейчас тоже попробую поставить карточку. Даже интересно, надо было на веру карточку поставить. То есть у меня пантеон плюс еще карточку. Сколько я? Я 100 веры получил за убийство. Я так так понимаю, 60. Что-то как-то много. Ну, а то воевай прикольно. Ты не просаживаешься. Даже вылезаешь за счет. Друзья, карточки, вы имеете в виду вот эти красные, вот комбо... Ну, военные, да. Военные, да? Combat Victories, которые дают культуру и науку. Да, да. А есть еще... Я поставил, и у меня, соответственно, родные еще. Там вообще имба, по-моему. Надо попробовать. Там грек будет, наверное, науки получать. Ну, так же по сотне получается. Грек уже получил. Не, ну... Из культуры вход. Представь, он воюет с вами и убивает. И по сотне за юнитами. Плохо так, прибавка-то. Это Египет на грека наговаривает? Это Вишневецкий. Это Ацтек. Нет, я не наговариваю. Я говорю, что это как бы... Хорошая прибавка для грека будет. Арчи подлетел. Ну, да. Плюс 100 культуры, минус 6 городов. Это самая-то прибавка. Ну, если хорошо отбиваться. Или, Ваня, вы... Ну, от трех, да. Слушайте, вот, хорошо отбиваться. С разных сторон. Нормально. Может, вы все-таки Аргас и Родос возьмете и все? Нет? Считаете, что все равно туризмом победит? Я тоже предлагаю. Он тогда туризмом победит. Или религии еще скажешь? Ну, он заберет свои обратно шедевры в другие города. Хорошо, так давайте так сделаем, договоримся с греком, что грек туда перебросит свои шедевры, как раз Варгас и Родос. Согласен ты, грек? Он там, по-моему, у него штуки начал. У него шедевров мало, у него, я не знаю, откуда идет столько. Я считаю, что надо допиливать, да и все. Зачем это так у него сейчас 26 лет? Просто вы допиливаете там Египет. Да, просто вы теряете время, как бы, вынося грека. У нас есть поляк и ацтек с армией, которые могут взять, замириться и пойти на Египет. Ну, кстати, да, тоже, тоже. И ближайшие соседи. Но никак не мы с немцем. Нам с немцем вообще неинтересно вот это предложение. У нас в Бахамане нет. Извиняюсь, если я не нападаю, я могу ходить или нет? Да, ходи. В смысле? Нет, 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 военными. Военными нет. То есть вообще даже апгрейдить. Не надо ни апгрейдить, ни подводить, ничего. На линии фронта. То есть вот то, что у тебя там дома, да, ты построил, можешь их перекидывать. Но не надо на линии фронта ни лечиться, ни ходить. Ну, ходить, я понимаю, апгрейдиться почему нет? Потому что тебя могут сносить. Вот и этого юнита могут сносить как раз вот этот ход. Так я готов. И с чем. Я тоже. Здесь кто-нибудь, кто не готов? Я готов. Ну, давайте. Я не готов. Что, кто? Здесь. Здесь. Здесь иди. Так. Раз, два, три. Здесь. 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 Да, что-то как-то капперы по кавалерии фигне какого-то выдают. Да, по кавалерии, к нему, да. Капперы по кавалерии вообще ни о чем. Я думал, малую сумму из себя представляет атаку. Ну, драун 36, 36, 36. Неплохо так. Ну, получается, у меня первый 36 за бонус нации, второй за карточку. Ты, как бы, может, маленько отведешь пока, блин. Я бы побомбардировал все это и спокойно... Бомбардировал? Нет, у меня просто три сайта бомбард. Ну, у меня тоже сейчас бомбарды идут. Зачитание, скажи. Ты же, конечно, много теряешь. Можно я вас тут немножко побомбардирую? Все на перегонке бомбардировать так хотят. Всех созвал к себе игрек мерять джинсы, но пришли какие-то воинственные ребята. У меня город Кума вообще великолепны. Там одно улучшение на всей территории рыбы. Но при этом три района стоят. Ленин, я в этой теракции забыл генералов подтянуть. Клюха. Клюха. Радио я фиг исследую. Оно, конечно, близко, но национальный парк, но тут надо на войну исследовать. Радио вряд ли. Там вот этот кореньки еще один город ниже. Они там как бы на полуострое, на таком, да, получается. Я просто не вижу ничего. Ну, конечно же, на полуострое, так и просто не убить. Ричем, там не ограничит. Слушай, это антарин, граничит. Да, не забывайте плюсики ставить. Там на самом деле суть другого. Они, конечно, граничит, но проблема там заключается в том, что... Так еще готов я командовать. Там ровно две клетки по границе идет. Эти две клетки с одной стороны лагеря, с другой стороны лагерь. А, нет, я имею в виду ниже еще. Слушай, давайте проще сделаем. Я так понимаю, что у нас самый последний загружается Джоэл. Вот, собственно, Джоэл напишет плюсик, тогда и все начинаем. Просто плюсики смешиваются в кучу, и непонятно, кто там в этот раз готов или нет. Джоэл напишет плюсик, но он последний. Эх. Кто там не принял сделку от меня? От Рима. Я принял. Видвига не принял. А, Джоэл не принял. Если сможешь принять, то... Ну, да, возможно. Блин, уже полтаймера практически прошел. Джоэл все еще не загрузился? Нет, он загрузился. Он принял мою сделку. Раз, два, три. Что-то странно, на деньги вход вообще не добавляются. Как было 50 монет такая осталась. Ну, все нормально. Рим, предложение. Немец, предложение. Пиу. Пиу. А еще кто-нибудь понял, каким образом, когда объединяются юниты в армию корпуса, каким образом определяется, на какой клетке они будут стоять? Ты тем юнитом, которым... Вот ты выбрал один юнит, нажимаешь там, где объединить. Вот в эту ячейку и прибавится юнит. Ну, хорошо. Вот я объединяю армию. У меня корпус. Ну, один юнит корпус, а другой единичный. Я вот не хочу, например, чтобы корпус переходил с этой клетки. Но дело в том, что у единичного юнита нет опции объединиться. А он, наверное, походил уже. Нет, у него не будет. Просто нету у них у единичных нет. А, может быть. Тогда хз. Тогда хз. Я не слышал. С техническим. Блин, что-то нифига не успел. У меня все-таки откуда-то вторые трюфели взялись, если кому-то нужно. Видимо, от БГши. Да кому нужны твои трюфели? Тут города раздают. На счет раздают, это ты, конечно, загнул. Ну. Приди и возьми. Как говорится. Нет, мы будем ждать Джоэна. Можно плюсовать. Не плюсовать уже. Я всегда забываю, блин. Я не знаю. Ну, ладно, не будет больше. Я бью прям. Да, да, да. Прям как этот. Как человек, который забывает. Слушай, ну что за дичь, у меня деньги уменьшаются. Плюс 104, а сейчас было 50 стал отрешать. Ну, содержание такой армии, наверное, что-то же должно стоить полторы штуки. Ну, у меня 104 плюс идет. У меня от городов 305 и расход идет... Ну, сколько тут? Что? То... 200 монет получают. Может, шпион ворует? Он никак не зависит. Ну, свой может ворует. У себя же. А, у себя? Что там, шлем еще, да? Видимо, да. Что, блин, какая-то мегаскорда? Простите, мы прогрузки. Такие, конечно, цифры в армиях. Ну, я бы не сказал, что там подременья наши цифры, на самом деле. Ну, полторы тысячи... Нормальная цифра. Ну, я считаю. Просто, вот, я построил желтые районы, и деньги похивились обратно, грубо говоря. То есть, без коммерции хреновин, хреново, как без коммерции. Ну, я так и говорю, что без коммерции ты просто не повоюешь. Да, только один из денег ни на ап, ни на что. Раз, два, три. Ура. Блин. Ушечка не успел лист. Хреново, бомбарду за один уход, считай, снес. Фашизм ты уже принял, Грек, да? Я коммунист на защиту. Ну, да, я только через два хода в армиях буду. Хреново, бомбарду за один уход. Так, тут растет все. Тоже. Тут растет. И вот тут работа. А, ну, как раз строю рабочего. Не, вот сейчас нормально, города растут. Выучишь стандартизацию получается, и каждая ферма еще пусть одна дает за каждую соседнюю. Это арта, да? Стандартизация. Неплохо, ну да. Угу, стандартизация сидит. А, хреново ты будешь делать с соседями Гитлой? Тремушки теры надо осуждать. Ну, возьми, замерись с ним и пойди туда вниз. Сразу через наматул. Это только послевоенной науки. Папахи-папахи, да. В смысле замерюсь? Я не понял. Ты же... С поляком. Я понял. А почему я должен сейчас в течение дня? Я тоже не понимаю, Вишня, блин. Мы с тобой грамотные товарищи такие. Ну, Вишня, ты последний по технологиям. На 12 технологии подняешь. Ну, я не знаю, с этим делаешь. Вишня, все четко делаем с тобой. Пилим поляка и живем дружно. Вот прям чувствую фальшь. Какая-то фальшь. Да-да-да. Не-не-не, я на Египет не буду нападать. Все честно поступил. Просто чувствую здесь какие-то недомолвки. Конечно, за недомолвки я тебя распилю. Метриязнь. Только в путь тебя распилю, как только с ним расправлю. Слушай, ребят, ну это какой-то бред. Должно плюс 130 монет в ход быть. У меня только за счет сворованных денег дались деньги. Что за фигня вообще? Ну, кавалерия вообще-то очень много денег. Как она может стоить у меня расход на Юнита в 133 на зарабатывая 330? Так, я готов. Дело в том, что я тоже смотрю как она все это. Секунду. То есть ты наводишь на уровень доходов. У тебя там пишется одно, а в результате нарисовано другое? Да, получается, смотри, у меня вот плюс 130 монет в ход должно быть. А я получаю ничего. Только уменьшается с ходом на 10-15 монет. Я говорю, у меня доходы плюс 348, а расходы минус 218. Тут же все учитывается. И Юнита. Да что, погнали? Погнали. Раз, два, три. А Джоэл загрузился? Нет, но пофиг. Да я снижаю танков. У меня пофиг. Вот это он в бою. У меня 37 культуры тысяч танков ждешь. Так, а куда у меня делась? Кого моя? Я говорю, в танки сейчас выйду, но там и бред в том, что я не могу апнуть, понимаете, что за бред? Как так можно играть? Человек без палевого ряда, я в танках уже. Неужели вы? Просто он не поражен, что так надо, когда его останавливались. Подожди, мы останавливаем поляка, мы с немецким договорились уже. Ха, восстанавливаете. Поляка, блин. Поляка, который говорит, что он уже ничего не и так? Я считаю, что это угроза мирового уровня. Ты что думал? Я считаю, что Египет что-то там уже фигней страдает. Да я сижу уже, конечно, в горах. Я вам говорю, объединяйтесь уже с греком и идите Египет пилите. Потом всегда можете вернуться к греку. В отличие от Египта, грек по науке далеко, далеко, далеко. 42, у меня 44, грек сейчас тоже в танке. У меня только иврик-то нет, я же без эврика, да он-то с эврик. Нет, ну, грек никак в танке не может выйти, потому что он только на уровне канализации. Как тут? Ну, Ван Димка, и почему? Вот он, Кобс. Он в электричестве или в стандартизации сидит. Почему мне написано Камикадзе и Димка Бау вместе, а потом шестером... Как он может в стандартизации сидеть? Он еще в новое время не вышел по науке. Как не вышел? Нет, я только что открыл, кажется. Мне показывают. В новом времени Камикадзе и я. Ну, может, не обновилось. Не знаю, может быть. Я его вижу. Вы скажите мне, давайте, я не знаю, может, как-то сохранимся, либо я перезайду, но с деньгами-то вообще нехорошо. У меня и счастье-то хорошее в городах. То есть у меня плюс 4, у меня все нормально, у меня нет... Не должно быть штрафа никакого по деньгам. Давайте сейчас еще вот ход этот прождется, и даже, наверное, на следующий, и там надо что-то уже делать. У тебя с каждым ходом уменьшается голда? У меня, да, смотри, она сначала не уменьшалась, было просто 50 монет, и все. А сейчас у меня стало, получается, 36. На следующий ход я своровал у Рима деньги, стало 139. Ну, ты сам понимаешь, только за счет воровства, что-ли, я не буду жить, хотя у меня своих денег нормально, тупо получается. Нормально. Ну, посмотри, сколько сейчас будет. Сейчас вот посмотри. Сейчас, ба-бах, минус будет. 100. Просто перезаходить, это тоже такое дело. Вот что прибавилось, прибавилось нормально. Три хода почему-то, на думом, идут. Может, ты поменял правительство? Нет, Санда. Ну, хорошо. Если поменял бы, тогда да, либо апнулся, там, когда, как, говорит, не апаться, типа, когда денег мало. Так, я готов. Я нет. Так, джоэла, подождем, просто. Чего ждать, долбите? Я еще не готов. Что за безысходность такая? По-моему, Вишня уже два хода, не ждя, долбит. Что сделал я? Ты два хода подряд уже бьешь, без команды. Нет, я сейчас тебя не бил в этом ходу вообще. А, ну, прошлые дамы, я ошибался. Сейчас сижу, жду, подвожу войска, разве что. Но на фронте ничего не делаю. Так, я готов. Да, я, в принципе, готов. Ну, давайте для вас, не для Египта с ацтеком. Для других ребят. Раз, два, три. Подожди, а это для Египта с ацтеком? Когда джоэл загрузится. А когда джоэл загрузится? Когда он скажет, да. Он скажет, да. Он скажет, я вам опять посчитаю. А как ты будешь считать? Ну, джоэл реально полтаймера загружается. Вот просто. Раз, два, три. А я не могу ходить, прикольно. Да и... Блин, тут сахар еще надо обработать. В душе кто-нибудь подскажет, вот как вот у меня написано, у меня есть один Убль, да. А где он находится на карте? Под каким-то из районов или городов. У тебя значок появился? Да, по значку показывает, где. Кликни левой кнопкой на нем. Переместилось? Нет, значок не справа появился. А вверху я вижу Убль, ты давно же открыл. Тогда возьми Репортс. Репортс. Ресурсы. Ага, вот так. И там ищешь колл, уголь. Угу. Спасибо. Смотришь, кто его тебе дал. Благодаришь меня за подсказку. Спасибо. Прекращаешь гранты делать и все хорошо. Ну, сейчас не делаю, кстати. Сейчас я ставлю электростанции, поэтому я не могу сделать гранты. Сейчас вот часы не легче. Я сейчас электростанции ставлю. Я не могу гранты делать. Да, ребят, такая печаль. Да, я-да, я-да. Смо-парты пойдут, да, и тоже гранты. Я же не могу сейчас сделать гранты. Сейчас атомное оружие строится, но... А главное, знаешь, не чтобы сказать просто, ребят, ну я не делаю гранты. Ну я электростанцию делаю, знаешь. Такой хвастун сидит. Так, ну Родос уже взят. Родос, Родос. Вот, Вишня, давай, знаешь, как сделано. Захватывай самого города, я тебе просто помогу, и все. Чтобы мы с тобой были, союз заключили и были друзьями пожить. Как ты считаешь? А поможет он тебе добрым словом? Вообще, не хочу, как бы, там, лезть на рожон, но вообще правильно Родос. Это я точно знаю. Да? Да. Ну, подожди, ну Колос Родоский же называется, а не Родоский. Ну, вот не знаю, почему так называется, но современное название Родос, это точно. Ну, то есть, сами греки так говорят. Ну, сейчас, да. Не, ну как греки говорят, это одно, понимаешь? Тут же есть... Вот, например, знаешь греческий этот коньяк Метакса? Да. Ну, греки говорят Метакса. Никогда не слышал, что греки Метакса говорили. Вот они Метакса говорят. В Греции семь раз, если что. Что семь раз? В Греции был семь раз, если что. Ну-ка. Там это Метакса и дохерища, но никто никогда не говорил Метакса. Вот что странно. Может быть, разные греки, потому что они реально себя считают разными греками. Может, ты был у Перикла, а он про Горга. Я на островах был. Да, точно, Родос на первый слог ударения. Родос. Просто это мой новый город, поэтому я попросил бы... Плохой город, кстати. Неправильный грек, ты поставил плохой город. Ну, город такой, да. Грек, сам знаешь, что... Как бы Аргас тоже город не ахти. Просто я извиняюсь, грек, но вот... Ну, вот просто один вопрос. А лагерь военный-то почему так далеко? Вот поставил бы ты мне его в рожу. Я бы бился, ну, было бы сложнее. Ну, тогда дольше. Я думал, только с этим буду воевать. И там поближе к ним, к дороге поставил. Не, надо думать всегда, что ты будешь воевать со всеми. Не, понятно, ну, а что ты его вот так же взял? Ну, сложнее было бы, мне кажется. Даже если бы ты... Да мне его защищать, мне его защищать. Ну, КЗ. Ну, на два фонта, в общем, все равно. Да я согласен, согласен. Кстати, что самое интересное, каким-то чудесным образцом в Родосе стала электростанция японская. Ну, то есть была построена обычная. А сейчас... Так всегда. Воносы переходят. Воносы переходят, да. Нет, например, скульптуре. Если английский город берешь, войдет в музей, остаются английские. Это я знаю, да. Но я думал, что и... Ну, как бы обычная будет, а тут получается, типа, моя. Так это ж круто. Это ж халявчик. Нет, кстати, я помню, что я когда-то с кем-то воевал за Англию, и японский город захватил, и вот там... Только, знаете, я, по-моему, захватил, еще не был построен археологический музей, я его построил, и там все равно было три слота. Я про это и говорю. То есть, а если берешь английский город, то у тебя... Джоэль, что, ходим? У тебя шесть. Нет, сейчас, подождите меня. Олень в тундре плюс троечку дает. Раньше такого не было. Э-э-э, подожди, мы же не начинали. Извиняем. Так, готовы мы или нет? Уже осталось чуть-чуть минуты. Ну, ладно, сейчас, секунду. Ну да, вообще, что за фигня? Давайте, ладно, подождите. Раз, два, три. Вы, по-моему, стали злоупотреблять этим делом. Из-за того, чтобы воевать, там, занимаетесь развитием. Нет, так развитием, пожалуйста, занимайтесь. Просто уж... Ну, хотя бы полтаймера оставляйте для войны, потому что юнитами не успеваешь походить всеми. Ну, блин, тот неловкий момент, когда я стал первым по туризму. Ох... Это следующее. Не, ну, я тут даже, смотрите, я даже не первый по культурной победе. Не, ну, у тебя будет, соответственно... А, ну да. Ну, у меня много будет, естественно, много, но я буду стараться не побеждать культурой. У меня же реликвии не для туризма, на самом деле. Блин, не успел. Давайте все-таки... Давайте все-таки минимум, ну, максимум до половины. Минимум четверть, максимум половина. Вот так вот даже лучше. Не успела. Я боюсь представить, каково сейчас Греку на два фонта. Успевал успевать. А вообще, Аргас, Эфесус, там еще есть город или нет? Аргас. Ну, а это, да? Ну, типа того. Что, Маринка? Маринка, Маринка, у нас не было. Сейчас я подошел. Ах, слабый Римк, на самом деле. Не слабый, конечно, и не трясаю. Это хорошо. Ах, слабый Римк, на самом деле. Мы с ним берем. Блин. Так, я готов к жену форта. Пусть. Радио откроем. Готов. Давайте. Считаем. Леша, считай. Раз, два, три. Забирай город. Я нажал. Так, ну вот это получается Эфес. А, дай мне границу. Так, подождите. Вы на Эфесус идете? Я тогда отсюда сваливаю, потому что у меня тут уже кодло состоит. Валю. Ну, смотри, я беру Аргас и Карина. Соответственно, немец берет Эфесу, видимо, Спарту. Спарту, Родус и Афина. Ну, я не думаю, что немец отдаст мне три города. Согласись. Можем, я могу, смотри, я могу наоборот забрать. А вот что там получается, под Эфесом что-то есть еще? Там есть Спарта. Очень далеко Афина. Спарту я вижу. Очень далеко на берегу Афины есть. Есть Афина, да. Ну, Афина тогда, да. Пойди на Спарту. Ты, Родус, понял. Короче, тогда я погнал на Афины. Ну, ладно, я на Афине. Ну, каждому по два города. Моя Аргас, Карин, так. Считай, мне кажется, как меня кинули. Вот нет? Нет, тебе кажется. Ясно. Все понятно. Блин, ацтека, чего у тебя гипса столько прям немерено просто? Я думаю, еще ты не торгуешь. Я торгую гипсом. Сколько у тебя их, 10 штук, что ли? Нашеньки расстроился, когда забрали пантеон. Я рыдал. Рыдал. Я рыдал. А, таки, чем деревушек у меня не было, чтобы... Кучай и плякал. Подожди, а какой пантеон? На Кромлехе. На Кромлехе. А-а-а-а, понял, понял. Я бы мог вообще священные места не строить. Я тебя понял. Я и так зря построил. Почему? Ну, одного уходило, да. Кстати, вот этот примат папы никто не исследовал. Который удваивает от ГГшек? Плюс 50%. Но, учитывая то, что сами ГГшки дают, на самом деле, вот... Ну, не очень много, я бы сказал так. Ну, смотри. Они дают плюс 4, да? Плюс 2. Нет, плюс 2, а если 6 послов, то плюс 4. Каждый. Ну, в воде они порезаны. В два раза меньше не дают. Играешь уже сто лет и не знаешь об этом, поздук. Так, еще раз давайте мне расскажите. В ГГшки дают своих стандартных бонусов, вот эти вот, за 1, 3 и 6 послов, в два раза меньше. То есть, не 2, а 1. Да. Тогда это вообще ни о чем, да? Да. Ну, как ни о чем? Оно о чем? Просто... Ну, на 6 послов я получаю, грубо говоря... Все зависит от количества твоих районов. Что значит получать, да, в двух районах, да, от одной ГГшки, и что получать в 8 районах от одной ГГшки? Разница в этом. Если ты во что-то упоролся, а все упарываются, допустим, в коммерческие, то если ты захватываешь коммерческий ГГ, там куча голды. Вот было на старте, помните? Когда у всех было по 400 голды в ход. Проблем не было. Вот поэтому резалось это. Но это резалось очень давно, это в версии 4, наверное. Если не больше. Но это никак не отображается, что ли, или что это? Почему это не... Ну, не отображается, да. Но у него нет возможности менять эти описания, пока не дадут ему фераксис и вот этот вот тул. Ну, короче, мододелам вот эту хреновину. Выпустят патч, может он и сможет это все менять. Вот, смотри, каски бегают, краски. У кого? У меня около еще. У брека. Ну, нормально. Ну, потому что кто-то стандартизацию открыл. Радостно. Там. И теперь я готов и сейчас. Готов. Рим. Германия. Да. Наверное. Чаще три. Да. Или, наверное. Да. Раз, два, три. О-о-о-о-о. эти шашечки выключу подожди джойль ты готов воевать давай как хочешь вещь метки вообще не париться на счет этого повин из невески но заканчивая попросили четыре раза уже сколько можно я по привычке что сказали 1 2 3 пошел так для тебя же отдельно надо говорить вишнецкий давайте просто там собирая да и все дал и привет здрасьте полегче ой блин давай ты египта дарсы города и все давай египет не все города отдаст как они будут ходить первый то есть и кобс я в следующем ходу капера не буду ходить может атаковать спокойно два раза я случайно нашел я чё-то не заметил это где было под афинами я фрега случайно токанул и в этом ходу короче не будет вас наше это рассчитываешь лишнее вообще не забываю про эти вещи на самом деле сигарет раза три я попер нет он говорит на что ты рассчитываешь нападая на поляка в чем прикол когда египет как раз впереди корпуса танков ставят этими вместо чтобы объединится против египта я снесет на раз-два когда захватишь но в этом на суть когда я тебя убиваю мне идет наука не знаю сколько назад атаковать да когда я у польши еще армия была полтора куска при этом об этом говорили причем оговорили несколько человек заберитесь пойдите на падите реально на человека который вырывается вперед причем обратите внимание лишь немецкие на то что там объявлена война египет с польши он с ним не воюют он ждет пока вы там друг другу все покоцаете а потом спокойно спуститься с горы и покроет все стадо это поляками так может проще замириться уже чтоб официально это как говорится было какие жуны лишь немецкие нормальный парень ты не нормальный играешь как не знаю как да ничего ничего я не расстроен скотина это нематерное слово вообще-то вполне себе литературное причем говорили говорили у человека у которого знаешь больше всего на кипела скотина как будто он тебя бросил вам бразуру войны вот эту всю затеял я готов сейчас скажешь джоэл я только форт ударил кораблем для что-то отнесся нить какое голимое вот у меня чудо этот долбаный понтанал его вырубить было хорошему и ферм настроить но нет нет также можно нацпарк прям на него бахнуть нацпарк если рядом соседней не обрабатывать не почему прямо на него на него прямо ставится я не знал я сейчас попробую сверху вниз таким право на лево сейчас попробуем талон от хартидер как я как-то помню уже есть этот самый нет я имею ввиду попробую может в игре в это и если успею потому что нацпарк это шанс построить один процент в игре понимаешь вот у меня такое ощущение складывается нужно просто и короче берешь первых если ты их построил то ты просто у себя миллион может купить не отрежь тебя просто верни хватит 800 верно одному там опциональные технически ты можешь построить много это просто можно же когда открывается что-то там про природу связано внимание не не для ацтека польши и египта а загрузился для всех раз-два-три вешне просто кожи сейчас нет это бессмысленно разве ничего в моде в плане нацпарков не меняли мне помню вот в какой-то и недавней игре была куча этих ну экологистов и как-то много было где поставить парки то есть я так смотрел что юнит дорогой его никто не строит то есть проще построить армию танков чем не на большинство нацпарки они очень-очень-очень если видишь культурную победу они гораздо лучше всякой там типа чудес и дешевле можно победу то тебе найти нацпарки уже глубоко нет и зря они очень много добавляют но после раз жабы убивали у него 14 у него забрали три города из семи и он все равно уехал сколько городов мы с 52 забирали меня город и я все равно выигрывал несмотря на то что в мире забирать ненормально 3 из семи там с чудесами с шедевром у него просто деле по моему перинацпарков у россии территория огромная очень хочет делать ставится это не кто-то город дает бонус ну или инженер я думаю что я думаю что эльфилевка дается больше для не нацпарков а для этих но она и для пригорода для курорта пригорода нацпарк плюс еще высаживаешь леса то есть даже что были обработаны клетки убираешь у нас там чуть несет не супер нужно и горки леса там и бахать главный спор ацтек там предложение на следующем ходу кино джо скажи когда готов будешь меняли великих людей некуда пихать это хорошие новости вот это правда что ты спрашиваешь когда буду готов не армии тоже ну просто разбирать как и говорили и подождался пока пока армия нас у друг друга и вперед и удалил уже нафиг против пропусков танков своим единичными кавалерии нечего удалять это тоже не очень хорошо ну блин они сказали цель удара вот и конечно твое но не считается для хороших я сижу под этой хренью плюс четыре всем боевым линтам и плетных войне религию плюс 5 он сносит с ударов и уж у тебя скажите а где эта штучка вот который производит танков на 50 процентов быстрее что понять а нету ее нету ее молниеносная война фашизме не нету 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 да ничего дальше не идете как я понял да я иду мне как бы просто если вы не хотите я пойду на эфесус тогда я не не я иду я просто во рту апов во рту смысле аповой понятно вишни уходи отсюда своими поберушками да я постою постой маленько выходи ты свое дело уже сделал какой же ты ай-яй-яй какой же ты чё там готов считаете что ну что для греко-римско-японско-немецкого фронта можно считать раз-два-три вы все еще считаете что грек тут может победить культурой да нет может хотим просто допилить его так время идет идет время а египет улетает я с этого ничего не получил с парнем подбора взяли я пока потерял удовольствие а буду салама нельзя активировать что можно 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 правилам да о все всех ученых разобрали серьезно улетит тот кто разобрал ученых я влечу мне сергей королев это серьезно заявка на победу у меня тоже два ученых на гонку хорошо плохо ходит по этой температуре на дороге есть кто-то погиб но вы же сказали что вы наступаете я отвел войска он сейчас на меня идет вот у меня вопрос вы идете реально или нет я карьер я карьер выйду ты идешь коринфа да ну вот кто вы кафе с уйдет идите быстрее потому что войска у него типа идут ко мне ну не знаю зачем но ведут да нету я там просто этого генерала сносил у меня не было генерала ну там ползти там по моему нет с пушкой это мой генерал был она не была генерала не хилита я не смогу тебе его отдать да он же еще не мой митокса все-таки на последний слог ударение у них слышишь вишни бери в рот что тебе в рот он заберется с собой пошел тебя останавливать а ты города даже брать не будешь что ли спасибо друг а нафига мирился то раз уже все он сдает долгу города потом бы за потому что сейчас на тебя поедем всей толпой я тебе обещаю не понял так я готова лошадь что что ты там не понял я не понял а что так все плохо а потому что все плохо вот смотрю на тебя и понимаю что у меня все плохо у тебя все как-то хорошо не люблю я когда у кого-то хорошо мне плохо у тебя и вот смотри первый папа пульт папа по жителям первый по промке по науке первые чё 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 ну у меня все за пелена накрыла ненависти к тебе окей я готов ну я наверно тоже готов ну давайте раз два три для вашей компашки не понятны какой-то действительно плюс 18 процентов безостановочно добавляется ну вот наконец-то я играю первый по населению стал блин у меня наконец-то впервые пожалуй в сетевой игре я первый по населению это всегда последний просто сижу конга как не костюм конга да я и конга играл в прошлые разы тоже последний сидел а я не знаю я второй одно строительство 530000 не мне конечно нравится время этот баня всегда дали вкусная баня да вообще не они они реально очень много дают и все и и и и и и и и и надо форты построить а форты друг рядом с другом можно строить не хорошо к иду ки зря бахнулся я забыл что я быстро в банзу выйду не знаю как вам не кажется что египт даже видел можно дать им победу им никто не сможет ничего сделать кроме рима все остальные просто не успеет доехать ну блин а вот а вы что никак не не можете ученого у меня нет на конга конга первую попробуйте мне это первый конечно но я от египта отстаю на 7 процентов по науке то есть я-то конечно крут но я не знаю как наверняка могу догнать египет 5 тех отставания технологическое покуражиться поехали тип конга иконга разграбим за первое место давай мы тебя иконга вместе разграбим за первое место покуражиться вон египет покуражиться давай покуражимся и поедем египет разграбим пользуйтесь два гиз и играйте в умные игры а продолжение завтра или через день спасибо что засорили до конца я лёша халецкий тот кто сделал это видео у меня к вам несколько просьб во первых не забудьте поставить лайк а во вторых поделиться этим видео раз уж вы царе до конца видим она вам понравилась я вам буду благодарен и это поможет распространению моего творчества для более широких масс на этом все играйте в умные игры